Попытка выселения члена общественного объединения «Оставим народу жилье» Айгуль Усеиновой обернулась настоящей битвой между судебными и исполнительными банковскими работниками с одной стороны и активистами ОНЖ с другой. С раннего утра на место событий в пятом микрорайоне Алматы стали собираться активисты движения – полицейские, сотрудники Комитета национальной безопасности, городского и районного Акиматов. Видимо, власти испугались повторения трагедии, когда на одном из выселений женщина облила себя бензином и подожгла. Кстати, командовал выселением тот же судебный исполнитель Алмазбек Ельтоков. Соратники выселяемой пытались воззвать к разуму непрошенных гостей. На каком основании без ее ведома продают квартиру? На каком? Где? Она что, подписала, что продана эта квартира? Не правда, банковская. Это называется банковская квартира. И все, я даже ничего не знаю. Заместитель председателя ОНЖ Бахыт Сулейменова вступила в переговоры с судебным исполнителем. Общественница утверждает, что квартира была продана без ведома хозяйки и по заниженной стоимости, поэтому сделка должна быть признана недействительной. Думаю, с его стороны это незаконно. И мы сейчас обращаемся в Астану, в департамент юстиции, чтобы заявить о неправомерных действиях частного судебного исполнителя. И, возможно, будем подавать на него в суд. После переговоров Алмазбек Ельтоков пообещал, что выселения сегодня не будет. И судебно-полицейские силы во дворе дома начали потихоньку редеть. Начали расходиться активисты-общественники. Как выяснилось, зря. Это был просто тактический ход. Дождавшись ухода журналистов и большей части актива, судебники ворвались в квартиру. Всех находившихся внутри активистов избили. Они все сбежались, начали нас выталкивать в разные шторы, швырять и бить нас. Я упала в уморок, просила дать мне воды. Они просто повернули и начали топтаться по нам. Можете представить? Я сейчас просто родители. Держим. Ситуация стала стремительно накаляться. Труппа поддержки экстренно вернулась назад. Кто-то принес ключи от другого выхода, и люди пошли на штурм. Сюда все! Давай-давай-давай-давай сюда! Пожилой женщине, избитой приставами, понадобилась медицинская помощь. Негодование народа было столь сильным, что Ельтокова буквально вжж вернули на улицу. Тихо! 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 Хотя жилье удалось отстоять, в квартире после боевых действий царил полный разгром. Вещи разбросаны, мебель сломана. У женщин, у многих, оказывается, синяки на руках, на теле. То есть дальше уже будем жаловаться на действия, на незаконные действия и неправомерные действия. И бандитские вот эти вот действия, судебные исполнители. Как стало известно, пострадавшие женщины прошли медицинское освидетельствование и написали заявление в полицию на избивших их судебных исполнителей. В жилище Айгу Люсеиновой организовано круглосуточное дежурство на случай, если попытка выселения повторится. Сдаваться воин же не намерены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова